Далее в нашей программе обзор новостей, опубликованных в украинских СМИ на этой неделе. 16 января в Украине вступает в силу 30-я статья языкового закона, после чего сфера обслуживания в стране должна полностью перейти на украинский язык. При этом народные депутаты из президентской фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект об отмене штрафов за несоблюдение этого языкового законодательства. По их мнению, работники сферы услуг имеют право общаться с клиентами на том языке, на котором они хотят. Министерство здравоохранения Украины разрабатывает программу, согласно которой часть препаратов с 1 апреля 2021 года будет продаваться только при наличии электронного рецепта от лечащего врача. Только так теперь можно будет приобрести инсулин, иммуносупрессивные и наркосодержащие лекарства, а также антибиотики. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и комуслуг на заседании в четверг 24 декабря, пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных, религиозных организаций и других потребителей на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок. Отметим, что тариф на производство тепла для ТЭЦ – это еще не тариф на отопление для населения. Это только одна из его составляющих, причем довольно весомая. Правда, чтобы выставить людям новые ценники, коммунальщики должны еще утвердить их в местных органах власти. Но это уже нюансы. Фактически дан старт повышению тарифов на отопление для людей. Под занавес года подоспела новая социология от исследовательской группы «Рейтинг», изучившей текущую популярность украинского президента и других представителей власти. По данным социологов, 65% украинцев так или иначе недовольны работой президента. Антирейтинг Зеленского такой же впечатляющий, как у премьера Дениса Шмыгаля. Исследование показывает, что украинцы считают новую власть некомпетентной, зависимой от олигархов и коррумпированной. Это три главных претензии к правящей команде.